В конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века здесь давали новые квартиры работникам самых разных предприятий электромеханического завода, ауса, белково-витаминного комбината и многих других. Затем построили 17-й микрорайон. Именно там располагалась конечная остановка трамвая. То есть инфраструктура развивалась. Сейчас вагонов здесь, увы, не увидишь. А из автобусных маршрутов остались только десятка и двадцатка. Ходил 40-й, ходил 41-й, ходил 13-й, 15-й, 22-й. Мы могли куда-то на них уехать. Вот я частенько бываю на Чайковского, а я туда никак не могу попасть. А если идти мне до 22-го, ну с каждым годом все хуже и хуже. Я раньше, когда, допустим, даже было по 25 проезд, я ехала до 22-го. А обратно, если я садилась на 20-ку, по кругу, чтобы вот здесь вот выйти, там заставляли платить еще одну плату от магистрального, потому что я еду по кругу. А чтобы мне не тащиться вот оттуда с сумкой, я платила эти 30 рублей. И поэтому, ну как вам сказать, короче, мы чем старше, тем хуже. Но транспортная проблема не единственная. Жить в 15-м А микрорайоне пенсионерам проблематично. Петров сделал набережную. А как мы туда попадем? Мы туда вообще не попадаем. Здесь уехать не на чем. В детскую поликлинику уехать не на чем. Сегодня вот я поехала деньги на телефон закинуть, а банкоматов рядом нету. Это мне надо ехать с пересадкой. Сказали на колхозном, там только положил и снял деньги. Все. Ни одной аптеки рядом нету. Вот здесь вот была вот аптека, вот здесь. Там какую-то ерунду сделали. Что-то с боксом связано. И все. И мы вообще вот здесь вот живем, как в какой-то дыре. Таких пенсионеров, как Галина Семеновна, в этом районе проживает много. И стоит надеяться, что представители банков и фармацевтического бизнеса обратят на проблемы внимание. А чиновники уже прекратят войны с неугодными перевозчиками. И через 15-й А микрорайон проложат новые автобусные маршруты. Альберт Домнин, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск.